Здравствуйте! Это программа «Язык душа народа». Программа, в которой мы говорим об одной из самых главных ценностей цивилизации и культуры – о языке. Сегодня мы обсудим роль IT-технологии в вопросах «Аномастики». Такова тема этого выпуска. В нашей студии сегодня Доурен Габдулаев, предприниматель, создатель электронного проекта «Аномастика.торус.кз». Добрый день! Спасибо, что пришли к нам. И сразу же первый вопрос. Как появилась идея создания этого электронного проекта, сайта? И кто является основным инициатором создания этого проекта? Да, действительно, сейчас технологии быстро развиваются. И в контексте этого приходится где-то совмещать разные технологии. И в этом русле у нас появилась идея, почему бы данную технологию применить в разного рода сферах. И когда, ну это действительно, три года назад эта идея зародилась, и с этой идеей проекта мы начали предлагать управлением с частным компаниям. И управление по развитию языков тогда возглавляла Айгуль Алигерина Мунбаева. Она заинтересовалась этим проектом и поручила специалисту Замзогу Габасовой. В течение года мы разрабатывали проект, и где-то через год этот проект поддержали. Вот расскажите, в чем тогда заключается цель создания проекта Anomastika.toros.kz? Цель заключается в том, что сейчас, видите, да, правительство, глава государства активно выделяет на цифровизацию разного рода сфер. И в этом плане, конечно, у нас время так быстро развивается, что некоторые улицы, название улиц устеревает. Иногда бывает там где-то, например, однофамилия, допустим, да, а оказывается, это разного рода люди. И в этом плане зародилась идея, почему бы, например, пользователь, да, название улицы, там где-то фамилия только указана с инициалами, да, и полностью не знает, когда это переименовали, в честь кого, да. И буквально тогда, да, сразу зайдя на этот портал, можно узнать, когда поменяли, в честь чего, и какую, например, да, значимую роль, например, данный человек оказал в этом регионе. И тогда уже становится понятно, что действительно, да, потому что иногда бывает, скажем, у нас сервисы в городе, в основном в республике, все же зарубежные компании, они не успевают обновлять. А здесь, получается, у нас поменяется, и где-то 3-6 даже код стоит старое название улиц, и в этом плане, например, тоже таксисты, да, или, например, туристы тоже путаются, например, могут заблудиться. А это позволяет, например, в режиме онлайн, да, очень убедиться, и чтобы этот, и заодно, например, если, например, поблизости улицы находятся какие-то там, да, досопримечательности, например, исторические здания, или, скажем, памятники, можно заодно уже с помощью QR-кодов, и когда ссылаясь на этот проект, можно даже в виртуальном режиме ознакомиться тоже. То есть главная цель – это информирование населения о переименованиях, о новых названиях. То есть представление удобной информации, чтобы это было в разном формате, и звуковое, визуальное сопровождение, и в 3D-формате тоже. Ну, тогда расскажите, как самоустроен сайт, из каких частей он состоит, насколько он прост в использовании. Вот простой, да, вот человек, который, возможно, не так искушен в компьютерных технологиях, вот что он может получить, зайдя на ваш сайт? Здесь получается, здесь главная задача стояла автоматизировать работу специалиста. Данную идею сейчас поддержал главный специалист отдела аномастической работы и контроля за визуальной информацией, Шумагалий Збасармесович. Он сейчас, да, данный проект сопровождает, и с ним вплотную работаем в плане улучшения функциональных возможностей. Здесь, что хорошо, мы вот это, то, что мы оцифровали, мы его в неделю в баз данных. И вот этот баз данных получает уже четко следить, оперативно менять, например, да. Если, например, улица устаревшая, она будет уже отмечена меткой, красной меткой, цветом. А если улица уже переименована, переименована, тогда уже зеленым цветом. Здесь получается, да, уже, то есть визуально, например, можно общей картиной уже смотреть, какой процентный охват улиц уже, например, следуя аномастической политике, например, уже имеют новые названия. В этом плане очень удобно, да. И второй план, у нас задача стояла интегрировать данные технологии с базы данных. В этом плане у нас, конечно, были проблемы, но благодаря сплоченной командной работе нам удалось это осуществить. Чтобы не было неточности названия. Да, 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 и чтобы, например, оператор, когда меняет, чтобы там цифровой контент, ссылка, она сразу с баз данных совмещала. И надо было бы, вначале было бы проблемы, там, раз поменялись, а привязки нету. И в этом плане, потому что разные технологии, там, Яндекс-карта, Гугл-карта, скажем, да, и наши, которые виртуальные, 360 градусов, и они должны были синхронно работать вместе. И вот технологии, технологии грозны, но все же мы нашли вот такое взаимосвязывающее, вот такое программное решение. То есть там обязательно это будет фото, видеоконтент, оцифрованные карты? Да, 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 3D-модели для соприключательности некоторых, например, зданий, которые имеют, например, скажем, значимость данного региона, скажем. Получается, это полностью оцифровали город Уральск и все 600 районов. И сейчас райцентр оцифровали. Здесь в дальнейшем, если проект поддержит, у нас цель оцифровать все населенные пункты. Я смотрю, например, в Гугл и даже Яндекс Харт, есть населенный пункт, скажем, всего, а названия улиц нет. И когда запрасываем, тоже, например, идет путаница. И здесь сейчас еще идут переговоры с Казпочтой, потому что у них целая база. А вот в плане синхронной работы с цифровым контентом у них такой привязки нет. Я думаю, например, если здесь надо, если, например, с разных сторон вот эта поддержка пойдет, я думаю, этот проект будет очень такой, да, существенно, незначимый и будет иметь будущее. То есть пользователь может воспользоваться как текстовой информацией? Да, да, да. О названии улиц, об истории, да, этого названия. В том числе и визуальной информацией, графической информации, да. Вот вопрос, который я также задавал, насколько он просто в использовании, вот что можно об этом сказать? Насколько им легко управлять, переходить на ссылки, вот то, о чем вы говорили? Да, здесь эргономика соблюдена, здесь получается интуитивно понятный интерфейс, то есть пользователь быстро может найти, там, какой населенный пункт, там еще режим поиска внедрена. Поэтому в этом плане проблем не будет. Сейчас идет работа над разработкой мобильной версии, потому что вы знаете, да, что мобильная версия, она как-то некоторый, например, интерфейс графический, она, получается, теряет. Поэтому мы должны его оптимизировать под это. Работа сейчас ведется, я думаю, в будущем, да, на следующий год мы мобильную версию разработаем. Ну, в принципе, мобильная адаптивная версия есть, я говорю о вот этом, на загрузке App Store, на Android версии, да, вот это, вот это было не да. Потому что там, получается, объем памяти очень большой, и там, получается, через решение других технологий, там, через IP-досу, наверное, или IP-ключ, посмотрим, как получится. Ну, то есть сайт будет постоянно дополняться? Естественно. Соответственно, да, в зависимости от работы аномастических комиссий, от новых решений по тем или иным улицам, да, населенным пунктам. Здесь проблема в чем-то, да, проблема у нас, например, если, например, какой-то проект, например, недели, через год этот проект забывается, видите, и, например, у нас были, да, это, конечно, другие проекты, разработали. Через год, например, она поддержку не нашла, и мы своими силами хотим поддержать, но, естественно, мне надо штат держать там, и поэтому, если, например, она актуальность теряет, естественно, нам тоже очень тяжело поддерживать проект. Поэтому я должен, такой глобальный проект, оригинальный характер, она должна развиваться, и тогда, действительно, она найдет свою, да, и пользу будет для общества. То есть при поддержке, соответственно, будет пополняться контент, то, о чем вы говорили, да, возможно, будет его распространить на новые географические координаты. Да, 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 естественно, да. И сайт будет более полным, да. Хорошо, расскажите о процессе создания этого проекта, этого сайта, какую работу вы проделали, что входило в нее? Так, в него входило, мы в него внедрили ту же технологию, которую мы до этого применили. То есть, получается, данную технологию мы вначале начали внедрять в управление предпринимательства индустриального развития при поддержке руководителя Бекетвенера Бекетвича. Тогда мы разработали интерактивную карту сакральных мест ЗКО. И вот эту идею у нас тоже с командой посидели, думали, а нельзя ли эту идею внедрить в аналитическое, в аналитическом направлении? Ну, естественно, да, программисты затруднились, как это можно, а моя задача – идею подкинуть, да, подкинуть. И, ну, в принципе, можно, но там, получается, мы столкнулись с проблемой базы данных. И здесь, получается, здесь работа АТИ-менеджмента, и буквально сплоченной командой у нас в коллективе 15 человек. И где-то 5 месяцев работали, сплоченно. Здесь, получается, работа в основном шла параллельно. Нам пришлось базы данных внедрять, то есть два программиста работали в качестве контент-менеджмента. Это ключевая такая часть работы. Да, два программиста уже работали с базы данных. И два дизайнера уже воочию там ездили по районам, оцифовывали с помощью квадрокоптера. И с помощью технологии фотограмметрии мы это, получается, объединили. То есть большое количество командировок, соответственно. Да, да, да. Вот вы уже назвали, да, вашу команду. А кто еще из специалистов принимал участие? Может быть, какие-то ученые-лингвисты, участники аномастических комиссий, да? Да, да, до этого я говорил. То есть специалисты, да, управления по развитию языков. И из наших специалистов могу перечислить Мухаммеда Вимижана, Жосубка Риназбек, Абиров, Кобландыр, Шагир, Самад, Жармухаммедов, Жадра и Кадир Вороза, да, которые действительно вплотную занимались. И до сих пор, да, они в основном занимаются этим, этой работой, этим проектом. И что-то вот в процессе работы возникают, конечно, естественно, да, замечания, ошибки. И на ходу мы это исправляем. И где-то, да, получается, заниматься параллельно другими проектами, получается, да. И вот здесь вот примечательно, вот, новым приходят слова лидера нации, когда вот цифровый Казахстан постоянно, вот, до этого была же, там, совет этим разработчикам, чтобы все ученые, там, да, разработчики, в основном, если, например, сложно, например, что-то придумать, давайте займитесь транспортной технологией. И в этом плане у нас-то, если что-то новое, почему бы, да, зачем изобретать велосипед, если уже технология существует, давайте мы решим такое, да, существенное, такое реальное применение. И в этом плане, да, вот, по ходу у нас уже появились свои идеи, да, где-то уже разработали свои технологии, и поэтому здесь получается, да, симбиоз таких разных технологий. То есть в том числе эксперты, они вот оказывают соответствующую помощь? Да, да, да. Ну, они вначале, конечно, ворочивание представления не имели, как это будет, а когда мы предложили, они, да, сказали, ну, ребята, это, получается, упрощает нашу работу, да, там приходится, там, раз, кнопку нажал, изменил, там не приходится, да, через, например, искать, например, скажем, офисные программы, в основном, если на офисные программы сидят Excel, там, вот, а здесь получается все автоматизирование, и тем более в режиме онлайн, там не приходится, там, скажем, сперва одобрять, потом загружать, потом обновлять, и потом модерацию какую-то проходить, да, здесь получается все в режим онлайн, и в этом плане, да, работа, можно сказать, в разы ускоряется, и оперативность повышается. Вот вы уже об этом отчасти упомянули, но вот мне бы хотелось, чтобы вы еще более об этом, скажем так, полно сказали. На какую аудиторию рассчитан этот сайт, это приложение в будущем, да, вообще этот проект? И, вот, тоже вы, конечно, тоже об этом, да, отчасти сказали, но если, вот, была ли цель привлечь в том числе и туристическую публику иностранцев? Да, вот, естественно, когда, вот, ну, данный проект, естественно, мы на разных мероприятиях презентовали, и когда показали Акима области из Калиева Галины Жеменевича, и я вот со стороны смотрю, разные роды, там, скажем, там, реплики, там, замечания, и, соответственно, мы показали разные интерактивные карты. И тогда он задался вопросом, а ребята, а почему вот это, например, смотрю, там, ну, естественно, конечно, но это же относится к нашей области, почему не объединить их в одну карту? И тогда у нас идея зародилась, но она, конечно, проблема была, как их объединить, и эту проблему вот сегодня решили. Сейчас вот новый портал, вот эти все карты туристического направления, там, сейчас мы еще вплотную работаем с управлением посельского транспорта и автомобильных дорог ЗКО, и у нас где-то там, получается, уже четыре карты уже есть интерактивные. Мы сейчас вот объединили в одну карту и запустили новый портал GIS 07.Z. Я буду, я думаю, что в будущем она будет. И сейчас технология стоит не на месте, технология на месте не стоит, мы планируем будущем туда, ну, сейчас мы некоторые там GPS-навигацию включили, мы его хотим дальше развивать и довести до уровня, вот, скажем, Тугейс, скажем, Яндекс, скажем, я думаю, что, например, таксист, например, или, скажем, да, турист едет на своей машине, раз, подключил портал и по пути может уже воочию знать, где там находятся какие-то, да, пункты назначения, скажем, да, гостиницы, скажем, медпункт или, допустим, какие-то направления, и едет, например, а тут высвечивается, да, здесь, например, скажем, букейскарда, допустим, там, сакральные какие-то места, да, и ему заинтересовался, а почему у него там запас два дня, почему там не посидеть, да, посмотреть, отдохнуть, допустим. В этом плане, я думаю, что здесь надо какие-то разные цели здесь включать, чтобы было очень удобно, во-первых, пользователю, а насчет возрастного контента здесь не ограничено, здесь любой человек, даже гости, туристы, там, скажем, историки, ученые могут воспользоваться. Контент абсолютно открытый, то есть платный режим никакой в будущем такого не планируется, потому что она носит такой социальный характер. То есть совершенно все слои общества, буквально, от молодежи до людей возраста. Естественно, да. И вот в дальнейшем эти карты, они будут представлять более полную информацию. Да, да, да. Естественно, сейчас по аномастическому направлению есть такая республиканская, оттоточка из этого называется, но там получается такой общий характер, и некоторые информации, например, оригинальные материалы туда не загружены. Буквально с чего он заходил, там, получается, по нашему области, там, буквально, там, практически нет информации, там, буквально, есть информация, которая уже есть, например, в интернет-пространстве. А наша задача такая, конкретная локальная задача, чтобы вот это более детализировать, конкретизировать, чтобы информация была более полной. Я думаю, что те специалисты, которые здесь работают, в этом регионе, они конкретно знают, какая информация должна быть загружена. Поэтому в этом плане проблем не будет. То есть более детальная пририсовка уже всех важных. Да, 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 да. Здесь главная задача такая стоит. Потому что со стороны, кто может знать, они же не смогут сюда приехать. А здесь у нас проблема стоит, если в будущем этот проект, я думаю, найдет поддержку. Вот когда будем уже по всем районам ездить, я думаю, там, вот, населенные пункты, есть те населенные пункты, которые даже не существуют, например, в Google и Яндекс.Картах. Если вот это мы внедрим, тогда это будет даже, можно сказать, очень удобно. Вы уже даже представляете определенную историческую ценность. Какие-то там, может, для ученых, для историков тоже будут какие-то, например, да. Например, раз, есть, например, у нас выходцы, да, ученые, знаменитые люди, которые, например, вышли из глубинки, да, а мы даже не знаем, где это находится. Даже в Яндекс.Картах нет. А здесь, получается, если мы внедрим, тогда получается уже, там уже корринация, GPS-навигация все будет внедрена, и это, получается, можно представить, да, в глобальном режиме, там, от урастика на каком расстоянии находится, и как можно добраться, в принципе. И там как раз вот это, в ГИС точке, там, когда мы все это автоматизируем процесс маршрутизации. Например, скажем, отсюда, скажем, допустим, до Буки Орды, каким путями, сколько дорог, как можно вот проехать. И вот это тоже вот, к километраму все прорисовывается, в этом плане, я думаю, будет очень удобно. Вот версия сайта anamastika.toros.kizet существует, я так понимаю, на русском, на казахском языке, на английском тоже? Да, да, на английском тоже есть. Да, мы вот это, это уже, получается, задача нашего государства, поэтому трехразличие, она всегда будет у нас здесь автоматизм, в режиме автоматизма, будем это внедрять, да, в этом плане проблемы. Вот еще важный момент уточнить. При новых изменениях, да, при новых поступлениях, да, при новой информации, сайт будет постоянно обновляться? Естественно, да. То есть это автоматически будет происходить? Да, для этого и сайт создавался, чтобы, да, автоматизировать работу специалисты, и в то же время, да, оперативный доступ имел любой пользователь. Да, уж при решении аномастических комиссий, то есть уже эта информация обновляется? Естественно, да, конечно. Ну, бывает там, например, кто-то там комментарии пишет, а почему-то, например, есть возражения, да, здесь, например, там даже в будущем можно организовать режим голосования, например, при, например, решении каких-то аномастических задач, например, можно даже, например, не обходя какой-то, например, да, вот этот квадрат односиленного пункта, чтобы в режиме рутуально сделать вопрос и сразу узнать динамику, да, кто поддерживает, кто нет, и следует ли переименовать, может подождать какое-то определенное время. То есть функция комментария тоже существует? Да, естественно. Это очень важный момент, да. То есть в дальнейшем это, возможно, станет платформой для обсуждений и даже... Да, естественно, без модерации не обойтись, потому что люди разные, кто-то может там нежелательные комментарии написать, поэтому модерация обязательно, да. Ну, здесь, конечно, важно мнение людей, которые живут на этом определенном пункте, допустим. Да, конечно, да. Это важно. Поэтому это даже облегчит работу специалиста, и в этом плане, я думаю, что это получается в будущем, да, предотвратить допуск на каких-то, например, нежелательных ошибок в техническом плане и в эстетическом плане, поэтому я думаю, это будет хорошей платформой. Конечно, это и в согласии с законом, и в том числе даже со здравым разумом. Люди должны сами решать, да? Да, бывают такие проблемы, например, общество не знает, раз там поменяли решение Макимата, а общество не знает, а потом начинает возникать, а почему я, кто мое мнение спросил, да? Да. Поэтому сейчас вот в будущее за демократическое решение должно быть какое-то... Это важная функция, да. Конечно. И в том числе, наверное, будут обновления, да, о собраниях, об обсуждениях в том числе. Да, да, в том числе, да. А есть ли у вас какая-то обратная связь от пользователей? Вы какую-то делали работу, вот насколько сайт подошел, насколько он пользуется спросом? Обратная связь сейчас была с компетентными специалистами, сейчас портал еще до сих пор дорабатывается, мы хотим его довести до логического конца и потом пустить на общественное слушание. И тогда уже, естественно, процесс будет ускоряться, я думаю. Поэтому в этом плане есть еще идеи пару, которые следует туда включить. Я думаю, что это будет... Когда вот активные... Мы сейчас должны еще перенастроить эти возможности сервера. И когда пойдет наплыв пользователей, возможно, чтобы сервер не упал, мы должны еще сейчас технические решения тоже проработать. Практически проект продолжает быть в работе. И постоянно, да, вы занимаетесь решением тех или иных технических вопросов. Хорошо. Вы отметили некоторую новизну, некоторый свой стиль, да, свой путь в создании этого проекта. Вот можете чуть-чуть поконкретнее сказать, именно что вы принесли своего, вот своих каких-то оригинальных решений? Здесь, получается, с высоты птичьего полета, получается, можно в 360 градусов, да, переключаясь по разному роду пунктам, в интернет-межиме можно даже опуститься и делать виртуальную прогулку. Видите? И даже, например, если, например, в карте просто улица написано, а здесь, получается, в графическом режиме можно туда погружаться и посмотреть, на этой улице какие рядом находятся сооружения. И в этом плане, конечно, мы навязаны. В республике, кажется, это первый проект, которого данная технология внедрена. Поэтому в этом плане, да, можно сказать, огромный плюс. А расскажите о других ваших IT-проектах, которые направлены на развитие нашего региона в части культурного бэкграунда, исторического, да, исторических памятников культуры. Вот что еще было вами создано? Наша задача, в основном, мы преследуем инновационную составляющую. Поэтому вот в этом году, естественно, этот год был очень тяжелым, но все равно мы вот какие-то идеи смогли внедрить, например, в музей нашего легендарного героя войны Манчук-Маметова, буквально вот в технологии 3D-мабик, в первой республике применили, не нарушая авторские права, буквально, да. И сейчас мы активно внедряем технологию дополненной реальности. В будущем у нас в плане создать такую турническую карту, которая действительно, это идея тоже на одной конференции Ваникла. У нас приезжали гости из России, и они сказали, мне, например, и надо бывает, да, скажем, в населенный пункт, где, например, интернет не ловит. И если в этом плане как быть, я достаю, например, да, скажем, карту, раскрываю, а там QR-коды, и, допустим, подгружены, скажем, да, мобильные версии, и я могу вот так в режиме дополненной реальности, например, просмотреть, узнать информацию дополнительную. И вот эта идея вот тоже заинтересовала в будущем. Есть такая вот задумка создать такую интерактивную бумажную карту с применением технологии дополненной реальности. И как раз таки вот эта аномастическая информация тоже будет туда внедрена, я думаю. Там получается двусторонняя карта города и карта области. Это тоже решит один из таких социальных вопросов. Конечно, да. Ну и вторая задача, сейчас вот 4-5 интерактивных терминалов установлены в городах. Это вот для потенциальных туристов, я думаю, тоже будет очень интересно. То есть в плане изучения вот региона, какие у нас есть потенциалы в экономическом плане. И для инвесторов это тоже будет очень, скажем, интересно. Поэтому сейчас вот этот год для инвесторов, например, несколько проектов уже по области объявлено. Поэтому я думаю, тоже это будет играть хорошую роль в плане ознакомления и принятия каких-то вот существенных решений для инвесторов. Хорошо, спасибо вам за обстоятельную беседу. Я желаю вам успехов в ваших новых начинаниях, в создании IT-проектов, которые, я думаю, будут раскрывать, скажем так, духовное богатство нашего региона. Спасибо вам. Спасибо. С вами была программа «Язык душа народа». Мы обсуждали влияние IT-сферы на аномастическую деятельность. Спасибо за то, что смотрели нас. До следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok